Доброе утро! Мы на утром в Норвегии. Сегодня делаем сырники и ленивые вареники. А также мы сегодня поджарим хлеб себе. У них в Норвегии хлеб. Есть, продается полуфабрикат. Он недопеченный. Его допекаешь, и получается свеженький хлеб с хрустящей корочкой. А сырники мы сегодня готовим из творожка, который мы сделали сами из молока, купленного в Норвегии. Видео мы выкладывали. Для этого у нас понадобится творожок. У нас тут осталось где-то полкило, у нас было 600 грамм. Чуть-чуть мы съели. Пару яиц. Мука. Достаем муку. У них здесь с мукой все интересно. У них можно купить очень много муки грубого помола, со трубями. Вот это у нас сик-тет. Это мука мелкого помола. Обыкновенная белая мука пшеничная. Есть творожок, яиц. Если вы расточительный человек, то можете убивать одни желтки, чтобы у вас были сырники или ленивые вареники более мягкими. Но мы не расточительные, мы используем и белок. Жарить мы будем с кокосовым фетом и добавлением подсолнечниковой ойли, масла подсолнечного ойл. Начинаем мешать. А батончики ставим в духовку допекаться. Да, еще забыли один градиент. Сахара. Немножко надо сахарку. Много нельзя. Вредно. Ну, чуть-чуть-чуть. Был непресный вкус. Ну, можно чуть-чуть подсолить, потому что на Вегии пресная вода. Мы чуть-чуть подсолим. Соль здесь надо в рацион. Здесь вода дождевая, и вмываются все соли. А у нас есть вот такая соль. Селкин. В нее состав входят соли и натрия, калия и магния. Ну, и йод есть. Ну, йод может не уже испоился, но калий и магний мы себе в рацион добавим. Вот мы перемешали творожок с яйцами. Добавили сахарку. Теперь можно добавить муки. Много яиц добавлять нельзя. Если у вас жидкий творог, мягкий, то лучше добавить одни желтки. Ну, или одно яйцо там. Вместо двух на полкилограмма. Если на 200 грамм, то достаточно будет одного желтка. И на 200 грамм будет достаточно пару ложек муки. Чем меньше муки мы кинем... Богаты кинем. У нас ложки полностью получились. Посмотрим. Чем меньше муки, тем вкуснее ваши вареники ленивые будут. Или сырники. Разрыхлитель мы не добавляем. Они так будут нормальные. Кто любит сырники с разрыхлителем, добавляйте разрыхлитель. В ленивые вареники лучше не добавлять. Вот. Замечательно у нас практически получилось. Сейчас мы телефон положим, дальше домешаем. И можно обваливать в муку. Формировать порционные шарики, колбаски. И варить вареники. Или обжаривать сырники. Вот мы формируем такие колбаски. Режем их на кусочки. Ну, для сырников это надо больше. Для ленивых вареников чуть-чуть меньше, чтобы они лучше быстрее проварились. Так вот, сырник. Маленький сырник получится. Ну, а с этого мы сделаем два ленивых вареничка. И делаем их разной формы, чтобы было детям веселее есть. Вот мы заготовили сырнички. Жарится, у нас греется сковородка. Положили на нее кокосовый жир или масло. И чуть-чуть растительного масла. У нас сегодня подсолнечное масло. Греется водичка. Мы ее подсолили. И формируем вареники и сырники. Полчаса и завтрак, и обед готов. Пока мы формировали, у нас закипела водичка. Ну, мы ее прикрутили. Нагрелась сковородка. Мы ложим сырнички на сковородку. Сейчас закипит, начнем кидать варенички. Ай. Поспешили. У нас сырники слиплись чуть-чуть. Надо будет сейчас их разделять руками. Вареники. Пока бы ходили по телефону брать, руки мыть. Они у нас слиплись. Ну, вареники это можно кидать. Мы их варим. Пока они не всплывут. Ну, и там минутку еще подождем. После того, как они всплыли. Так. Вареники у нас получилось разделить. Но лучше складывать их в муку. Ну, или сразу кидать в воду. Так. Сейчас мы переформируем сырнички. Вот и варенички надо будет переформировать, которые прилипли. Потому что делаем все одной рукой. Вторая рука с телефоном. Так. Сверничек. Ну, сейчас переформируем. Вареники наши закипели. Всплыли. Проварились немножко. Мы можем их добавлять. Мы тарелочку добавили. Очень большой получился. У нас ложка не очень хорошая. Она их рвет. Чем в вареньках меньше муки, тем они вкуснее. Ну, и если очень мало муки, они тогда разваливаются. Надо аккуратненько их доставать. А там у нас уже сырники подгорают. Надо тоже доставать. Так. Тут у нас хлеб печется. Раз. Выключили. Смотрим на сырнички. О, готово. На бумажечку ложим, чтобы жир чуть-чуть с них стек. И переворачиваем два оставшихся, которые мы позже положили. Раз. Раз. Везде все мы повыключали, кроме духовочки. Вот такая лепешечка у нас получилась. Все разной формы. Ну, чуть-чуть они больше стали, чем мы их лепили. Когда лепите, тоже думайте наперед, что они будут больше, чем меньше. Чуть нам меньше лепить. Они чуть-чуть уменьшат свою форму, но, тем не менее, их потом плохо доставать, большие. И они долго вариться будут. И у нас дожариваются сырнички. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова